У меня началась покраска моего домика. Я вам сколько много фильмов показывал, как мы его делали. И смотрите, какую я делаю провокационную покраску. То есть не просто я мог бы покрасить, вот смотрите, как дом, просто бежевые там, красненькие, голубые, обоклеенные тональности. Но я хочу именно такой вот интересный, непонятный, такой, будем, сказочный домик. Веселые картинки. А почему? У меня сейчас есть заказчик в Коста-Рике. Мы ведем с ним переговоры. Я хочу вот такой вот, как его, гавайский домик, коралловый. Ну или просто хочу смешной, провокационной, необычную покраску. Именно красно-синее-фиолетовую. Вот я девочкам, своим дочкам дал такое задание, и они мой заказ выполнили. Ну я не знаю, такой я вам обзор покажу. Фильмов там штук 15-20 сделали. Теперь вам надо думать, как его собрать вам мастер-классы. Но я сейчас вам просто показываю обзор, то, что я не терпится мне показать, что у меня происходит на участке. Посмотрите, какой камень он. Коричневый и зеленый. Вот смотрите, мягкий тон и бежевый прописанный. А там он написан, показано, как он окрасится. В этом фильме, ну как, это обзорный фильм, как бы задом наперед я его показываю. А мастер-класс надо будет по кускам пособирать, как он красился, как бежделся, как прописка была. Это у меня три дочки, и моя племянница сегодня вот в 12 начали, и за вот этот период они уже его почти покрасили. Потому что, ну они, у меня три дочки, и специалисты экстра-класса. То есть для них это простая, понятная работа. Просто только надо, ну я им дал такую вот задачу непонятную, видите. То есть я сделал такие цвета, которые конфликтуют. Смотрите, и беж, и зелень, и фиолетовый. Ну такое вот, делаю, такое хорошее такое настроение, коралловый какой-то домик. Ну или давайте, скажем, домик скульптора. Ну или просто вот для ютуба я вам показываю, что можно покрасить вот так. Ну у нас у всех есть принятые какие-то нормы. Опять есть у нас какой-то стиль. Опять есть этот стиль кто-то придумал. Понимаете, вот придумали художники и сказали, это хорошо, а то плохо. Кто установил что-то хорошо, а что плохо? Вот смотрите, а почему это плохо? Или там наоборот, это хорошо. То есть вот каждый художник проповедует стиль, вкус и там что-то. Ну вот я проповедую вот такое дизайнерское решение. Понимаете, я художник, вот хочу такой дом, имею право. Ну каждый может серенький, там беленький делать, но это ихнее дело. Помните, это дизайн. Дизайн вот любой. Моя задача, хочу вам показать такое оформление и своего рода, ну как бы показать вам это все и услышать ваше мнение. А что вы думаете? А как вы понимаете? И вот это и есть показать, что это просто дизайнерский ход. Это оформление, оно может быть такое. А почему оно должно быть серенькое, беленькое и там черненькое? И вот, а это вот такое вот сказочное оформление. Я его показываю, я показываю, что это можно делать. Смотрите, какие вот подготовка вот таких бревен. Ну там еще будем и завтра поддувать. И вот именно я захотел вот с такими синими пятнами необычное решение. Я ему покажу. Ну у меня сейчас заказчик там на Коста-Рике, который, ну я хочу ему показать вот такое решение, там коралловый домик. Ну или просто в десятилетии до покраски. Какая у меня разница? Ну, ведутся переговоры, там есть серьезные заказчики. И может быть, что-нибудь там замутим. На 200 гектаров строение идет. Что с этого получится, не знаю. Ну вот покажу вот такую штукатурку. Это очень простая штукатурка. Ну не требует больших квалификаций, не уровней. Вот как что сделаешь, чем смешнее, тем лучше. И это и есть вот такой дизайнерский ход. Ну там у меня где-то 10-15 фильмов, надо с ними разбираться. Я покажу, как сначала грунтовка, пистолеты, компрессора, краски. Как это дулося. Вот здесь, Лена, сегодня три дочки пришли, мне все красили. А детей не было, детей отпустили пиво пить. Понимаете, в чем дело? А вот это вот, вот так вот они, дерево старое. Вот так оно, вот и ковочка. Ну короче, есть много фильмов, я подумаю, как с ними разобраться. Сейчас вам просто вкину, чтобы вам не скучной ночи было. Вкину вот такой вот, будем говорить, покраска фасада. Ну вот, вы видите здесь еще. Ну так здесь, конечно, много работы, прописи. Ну только по тональностям разбили. Ну а здесь еще, видите, фасад буду делать. Вот это же я уже поставил такие подпорки. Ну надо будет металл хороший купить и сделать крышу. И потом уже, ну закончим работу. А внутри я вам покажу тоже новые там декоративные штукатурки. Тоже есть у меня наработки. И печатный бетон немножко покажу. И прокат. Ну короче, есть наработки, которые хочу для канала показать вам. Собственно, декоративные штукатурки. А вот вам такая покраска. Так что смотрите, кто смелый, как говорится, смелый, города берут. А потом говорят, а почему у меня много заказчиков? Да потому что я не боюсь. Вот беру и делаю то, что хочу, то и сделаю. А мне разрешают. Это я вам показал домик. Обзорный фильм. Ну и немножечко для кругозорчика покажу. А как же все это делалось? Потому что не удержусь. А вот покажу, как мои дочки работают. Это моя племянница работает. Я, наверное, дядя. И мне Бог дал много девчат. И вот смотрите, вот такая провокационная, будем говорить, штукатурка. Я захотел синее, красное, фиолетовое, малиновое. Ну вот здесь немножко будет поскромнее. Это вот Ира. Ира подкрашивает. Видите, здесь еще серый. Ну нету веселых картинок. И вот так оно выглядит. Она сейчас затянет его. Ну вот все карты встал на два пистолета. Мощный компрессор. У меня компрессор 380. И поэтому он вытягивает и двухцилиндровый. То есть одноцилиндровый. Будем быть, однофазный. Не выгребит такие объемы. Потому что краска требует производительности большой. Ну я потом подумаю, как нарежу вам. Все-таки как сначала эта покраска была. Сейчас вот покажу вам. Вот такая. То есть главное мы поймали. То, что я захотел, я сделал. Захотел сделать веселые картинки. Вот у нас Лена снимает мастер-класс. Ну просто мы сейчас в таком цепноте временном, что я вам по 3, по 4, по 5 фильмов ставлю. И Лена и Коля пытаются делать. И это физически очень сложно. И плюс еще надо работать. Ну мы потихонечку поделаем мастер-классы. Все-таки мы учимся и попытаемся то, что вы хотите получить, но более качественно. Ну просто у меня формат канала, как бы вот такой. Я пытаюсь все и сразу показать. И обзор их много фильмов. Ну и все равно будем мастер-классы делать. Все-таки я понимаю, что вы хотите мастер-классы. Вы хотите декор какой-то простой и понятный. Ну вот так он делается. Смотрите, деревья вот так вот раскрашатся. Ну Лена выскочила после работы вот это там часик-два помочь. И Ира с Оксанкой, с моей младшей дочкой, ну тянут этот объект. Я буду даже зарплату им платить и с удовольствием. То есть девчат надо поддерживать своих. Ну как бы вот такие у нас такие принципы. Я всегда получу зарплату своими, да и чужими. А Лена вот такое сейчас старое дерево. Ну потом посмотрим, она полноценный сделает вам фильм, мастер-класс, как сделать старое дерево. Вот такие балки, это голландский стиль. Как будто дом сделан деревянный, а внутрянка заштукатурена старой штукатуркой. Ну вот у меня сейчас как бы какой-то заказчик появился с Коста-Рики. И мы ведем переговоры. Он русскоязычный, с Украины. Двести диктаб там екодеревню делать. Ну я попытаюсь вот такую вот показать штукатурку. Но насколько они, будем говорить, готовы делать. Они привыкли там, ну я не знаю, дома делают, как тюрмы. Какие-то там все, евро штукатурка. Короче, мне вообще не интересно. Если будет неинтересно, то я не поеду. А если мне дадут интересный, дадут возможность сделать то, что захочу, то может быть я и поеду. Ну, одно то, что зимой туда поехать можно. То есть летом я занят и работаю, а зимой. Ну опять как этот карантин. Ну короче, ведутся переговоры. Такие вот. А это я себе дом художника делаю. Что хочу, то и мучаю. Но опять откровенно я вам скажу, не было бы канала, я просто простенькому сделал бы сарачек. А так получается канал, ютуб, и вот мои подписчики, и дизайнеры, вы тоже меня стимулируете на то, чтобы я развивался. Ну как бы себе, может быть, я, будем говорить, проще сделал бы. Это же как бы себе бесплатно делал. Ну как бесплатно? Я же плачу материалы, и я плачу работу вот даже дочкам своими, там, сетям. Ну им же их надо поддерживать. А так бы, ну, мне бы, может, и хватило. Понимаете? А так приходится, видите, ютуб-канал, это, ну, как сама система, она заставляет людей развиваться, создаёт, ну, даёт возможность им двигаться вперёд, творчеством заниматься. Вот смотрите, видите, сколько краски я накупил. Эта краска, вот там моя фирменная краска. Вот смотрите, вот так она выглядит. Ну, вначале я покажу грунты, покажу краски, вот. А сейчас больше, вот как бы задан на вывороте, я вам показываю фильм. Ну, очень много просто, 10 фильмов мы сняли, а я не успею их по-людски смонтировать. А обзорчик такой я вам покажу. Ну, вот смотрите, вот так вот, Лена, ну, конечно, Лена, Ира, это экстр-классы специалисты. У них багаж тысячи квадратов и ни одна тысяча квадратов покраски, ну, просто они на лету, и как и бетон, и лепку делают, и красят. Вот поэтому, фактически, моей работы, ну, то есть, нету проблем с покраской. То есть, любая. Вот я только намекнул, и они, что хочешь, сделали. Я даже, я сказал, вот красно-серо-буро-малина, а ну-ка, зафигачи, чтобы не страшно, чтобы смешно было. Понимаете? Ну, вот, как бы, вот такая вот, то есть, это задание выполняется. Ну, и, как правило, мне нормальные заказчики, они просто дают возможность мне творить и рисковать, и, как бы, свое мировоззрение, вот, в работе показывать. Лена специально попросила, чтобы она немножко прописала камень. Ну, видите, сейчас, видите, и тот камень будет же красивый, но она немножко его высветлит. Ну, дело в том, что белая краска, она немножко потом, ну, как бы, выцветает. Не выцветает, ну, она темнее будет. Потом пыль, грязь, ну, как бы, она притушуется, и уже не будет такого контраста. Это сейчас, вы видите, резкий цвет, и он, ну, потом, как бы, он немножко будет темнее, как говорится. И дело в том, вы видите, я не лакирую работу. Не всегда лак дает блеск, он, ну, как бы, это хорошо. Ну, опять, краска очень стойкая, и этой краской красят черепицу. И самое интересное, даже моя краска дороже, чем той краской, которая черепица. Потому что, ну, я на краске не экономлю, она именная, на ней портрет моей дочери. И вот они, мы этой краской работаем 20 лет. И вот она великолепно стоит, и прекрасно работает. Ну, вот, смотрите, вот такой вот небольшой я фильм показал. Ну, подумаем, как потом, может, по-спокойному соберу его по порядку, как они красят. Правда, очень яркое солнце, немножко отсвечиваем. Ну, короче, такой замысел. И потом еще завтра будет много покраски. Ну, что-то завтра снимем. Наберу вам такой, ну, реальный фильм. Вот, смотрите, этот фильм уже 12 минут, и то я повырезал много. Так что, вот, смотрите, кто, кому нравится, не нравится. Ну, вот это есть, оно существует. Я его сделал, это уже есть, понимаете. Вот такая интересная, сказочная работа. Вот мои девчата, попросил их сфотографироваться. Вот они у меня научены работать по 10 часов. То есть, пофиг им они. И хотят гулять, хотят работать. Т и пус... Продолжение следует...